Февраль 2022 года. Шок, паника, ужас. Вот я сейчас куплю хлеб, молоко, а что будет завтра? Система экономических связей находилась в состоянии неравновесия. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Стали ли мы жить лучше? Стали ли мы жить веселее? На каждое действие есть некое противодействие. Экономика – это жесткий матрас, бетонная стена. Россия оказалась к этому готова, очень жестко приземлившись. Февраль 2022 года. В экономике России, и не только России, шок, паника, ужас. Все ожидают чего-то, чего-то непонятного, чего-то не очень хорошего. Это воплощается в катастрофические прогнозы по макроэкономике. А что относится к макроэкономике? Это прежде всего показатель объемов производства, объемов ВВП или ВНП, уровня цен, то есть инфляции, показатели инфляции, обменного курса рубля к доллару, к евро, к другим валютам. Был популярен такой вот человек, его сейчас фамилии, я думаю, половина наших зрителей и не вспомнят. Идея у него была простая. Есть черные лебеди. Вот живем мы, живем в экономике, а потом вот раз и накрывает нас черным лебедем. По прошествии годы мы можем сказать, что очень быстро оказалось, что в экономическом плане не так страшен черный лебедь, как его молюют. Экономические проблемы, они были ожидаемы, что было неожиданно. Вместе с черным лебедем, если продолжать эту нехитрую аналогию, летит и белый. То, что все не так плохо, далеко не так плохо в экономическом плане, как ожидалось, как прогнозировалось. Если год назад прогнозировались цифры не просто падения, а обвала ВВП в 10-15 и так далее процентов, то чего не было никогда с начала 90-х годов. То сейчас мы вышли на падение, но это падение, где-то 2-3 процента оценивается, если брать закончившийся 2022 год. То есть оно есть, но оно не катастрофично. Инфляция, да, она действительно высокая, но она опять-таки не является катастрофичной. Курс рубля к доллару. Если мы помним показатели февраля 2022 года, то сейчас мы и рядом не стояли. И как же это все оценивать, как это все объяснить? И самое главное, от чего ожидать? Что нужно знать об экономике? В экономике черных лебедей не бывает. Экономика – это сложная система, связывающая миллионы, 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 десятки, сотни миллионов людей в регионе, в стране, по всему миру. То есть это очень сложная, взаимопереплетающаяся, взаимопересекающаяся система. И чем сложнее система, тем труднее ожидать в этой системе чего-то из ряда вон выходящего. Шоки, подобные тому, о котором мы говорим, они, и это очень четко видно, порождаются не самой системой экономических связей. То есть системой, где люди чего-то делают, чтобы получать деньги, тратить их, обмениваться друг с другом. В ней как раз все более-менее предсказуемо. Всегда. А вот что-то шоковое приходит, набрасывается, впивается в эту систему, как правило, извне. Ну, для простоты. Вот есть экономика, а вот есть политика. И вот взаимодействие двух этих сфер, оно и рождает нам большую часть шоков в истории экономики, о которых мы можем говорить. И тот экономический шок 2022 года, о котором мы говорим, он, в общем-то, просто является подтверждением. Но экономика во всех случаях выступает вот такой сеткой, которая, да, воспринимает этот шок, но в то же время и как бы улавливает его, да, смягчает, распределяет по всей системе. Такой матрас, да, на который что-то падает, который, да, сотрясается, скрипит, дергается, но который распределяет удар и который смягчает вот этот вот шок, приходящий извне. Здесь хорошо вспомнить немножко экономической теории. В экономике, в экономической теории экономисты, как правило, начинают и заканчивают свой анализ, свои исследования, свои рассуждения понятием равновесия. Все приходит к равновесию. Равновесие – это альфа и омега нашей экономической жизни. Но очень важно понимать, что равновесие для экономистов не означает то же, что и равновесие об обычной жизни. Достигается некий баланс. И этот баланс никак напрямую не связан с понятиями «хорошо» или «плохо». Это просто баланс. Между потребностями и ресурсами для удовлетворения этих потребностей, между работой различных предприятий, отраслей, регионов устанавливается какой-то баланс. Но баланс этот может устанавливаться на очень разных уровнях. На очень разных уровнях цен, на очень разных уровнях потребления, использования ресурсов. Что означает равновесие? Это значит, что вот этот матрас, эта сетка, вот как угодно, покачавшись, поколебавшись, придя в возмущение, каким-то образом, каким-то образом, на каком-то уровне стабилизировался. Есть некий шок. Если этот шок является достаточно сильным и устойчивым, то экономика приспосабливает взаимосвязи людей, вот эти вот многообразные взаимосвязи людей, к этим новым условиям, и мы говорим о том, что экономика приходит в какое-то состояние баланса или равновесия. Февраль 2022 года, ну вот этот временной интервал вокруг этой даты, это был вот период падения удара, чего-то мощного, непредвиденного в эту вот сетку. Пошли колебания. Экономика пришла в состоянии неравновесия. То же самое вводные условия для работы людей, для поведения людей в обычной повседневной жизни, которую мы и называем-то экономикой, они изменились. Люди стали задумываться, задумываться о каждой операции своей. Вот я сейчас куплю хлеб, молоко, а что будет завтра? Это не то, что произошло только в феврале 2022 года. Мы можем вспомнить вот даже из своего повседневного опыта массу периодов, когда там возникало желание, а не купить ли там гречки, да, там консервов, там, я не знаю, долларов, чего-то еще. Вот за последние 20-30 лет таких очень, ну, довольно много было эпизодов в нашей жизни. Вот когда мы это вспоминаем в нашей жизни, с точки зрения экономической теории, эти эпизоды означают, что вот тогда система экономических связей находилась в состоянии неравновесия. Как правило, почти всегда, я бы даже сказал, в силу каких-то внешних, условно назовем их политических шоков, да, мы можем сказать теперь, спустя год, что в случае того шока, как и в случае предыдущих шоков, система, экономическая система очень быстро нашла, пришла, подошла к состоянию равновесия. Нашелся некий новый баланс, в рамках которого люди теперь опять вернулись к тому, что при всех каких-то ожиданиях, то, что касается, которые могут быть благоприятные, неблагоприятные, да, горизонт планирования для нас, он сжался по сравнению с тем, что было, ну, скажем, в 2012 году, согласитесь. Все равно мы вернулись к ситуации, когда большая часть повседневных транзакций, она стала все равно восприниматься как некая рутина. Рутина с учетом наших новых знаний о мире, наших новых возросших оценок неопределенности будущего. Теперь, выходя в магазин, мы вновь не задумываемся над тем, ну, что в этом самом магазине делать. Стали ли мы жить лучше, стали ли мы жить веселее в условиях этого нового равновесия – это один вопрос. Что будет дальше с этой системой – это другой вопрос. Попробуем с макроэкономической точки зрения проанализировать вот те факторы, которые воздействовали, которые воплотились в новом балансе. Мы в современной жизни живем так, что мы не видим производства. И это производство – это, прежде всего, производство сельскохозяйственное, это производство промышленное. Ну, и к этому можно отнести те очень важные сферы экономической деятельности, отрасли, которые обеспечивают это все – транспорт, энергетика. На негативной стороне были факторы, которые тянули баланс вниз. Это было, по сути, форсированное закрытие экономики. Россия оказалась в течение нескольких недель, по существу, самой засанкционированной, если можно так выразиться, страной в истории. Если до этого эту пальму перенства где-то были страны Иран, Северная Корея, которые набирали эти санкции десятилетиями, по сути, то на Россию за несколько недель, по сути, накидали объем санкций, санкционных ограничений и так далее. И так вообще превосходил все, что, в общем, за всю историю санкционного давления. А в современном мире эта история где-то началась в районе начала XX века, после Второй мировой войны, то, начиная с 90-х годов, экономическое развитие и развитие промышленности в России двигалось по пути интеграции с глобальной экономикой. Вот, казалось бы, сельское хозяйство. Ну вот тебе земля, засади эту землю, собери с нее. Ну, в общем, делов-то. Но современная аграрная экономика, она так не работает. То есть весь XX век, на самом-то деле, это век одной незакончаемой аграрной революции, где основная часть всего того, что мы видим на столе, еды, сырья, это не прежде всего вложение в семена, в селекцию, в генетику. То есть перед тем, как, условно, что-то посадить в землю, вкладываются огромные затраты, существуют огромные сектора экономики по всему миру, в которые обеспечивают, собственно, вот это все. Положим, так сказать, в землю, обеспечив урожай. Это относится не только к растениям, и это относится и к скоту, особенно крупному рогатому скоту, к инкубаторному, к птицеводству и так далее, к рыбоводству, мальки там и так далее, и так далее. Здесь в значительной степени все было завязано на импорт исходного материала, сырья, семян там и так далее, и так далее из-за рубежа. Если переходить уже в промышленность, в обрабатывающую промышленность, то огромное количество станков у нас просто не производилось. Если копать еще дальше, то то, что у всех на слуху, современная промышленность завязана на программное обеспечение, на искусственный интеллект, все это тоже в значительной степени обеспечивалось за счет интеграции российской экономики в мировую. В феврале, марте, апреле, да, вот скажем так, 2022 года опустился даже не железный занавес, а в ряде случаев просто бетонная стена. Но в экономике на каждое действие есть некое противодействие, да, что нет, как правило, вот того, что вот ты вот давишь, и все. Ты вот давишь, а с той стороны что-то подпирает. Вот здесь важно вот что отметить. Россия оказалась к этому готова. Готова. Готова лучше, вот так осторожно скажем, чем прогнозировалось, чем, в общем, осознавалось, чем понималось. Почему? Ну, как часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. На уровне нашего, ну, не знаю, можно сказать, идеологического восприятия, мы еще в 90-х где-то годах, да, вот открытость миру, глобализация там. Когда рухнул вот советский блок, восторжествовали идеи вот всего хорошего против всего плохого. Утопия победила антиутопию, да, ну, вот если вспомнить вот все настроения 90-х годов, когда это все кончится, мы вернемся куда-то, отмотаем назад, да. Что можно с уверенностью, достаточно высокой уверенностью сказать. Этот мир остался, если и был, остался только в нашей памяти. Мы в него не вернемся никогда. Надежды, веры, ожидания 90-х годов, они были в высокой степени утопичны. Здесь, опять-таки, очень отвлеченный момент. Видимо, судьба или функция России как минимум за последние сто лет это показывать миру, как в увеличительном стекле, то, что с этим миром происходит или будет происходить. И Октябрьская революция, и последующие события, они при всей специфике обогнали, скажем так, и очень сильно, вот как, опять-таки, в увеличительном стекле выявили какие-то тенденции в изменениях отношений между политикой и экономикой, которые так или иначе и на Западе пошли, да, и не только на Западе. Так вот, то же самое стало происходить где-то с середины, с конца 2000-х годов. Российская экономика, она стала улавливать контртенденцию. Ментально мы продолжали считать, что все идет к дальнейшей глобализации, к росту открытости, к росту мировой торговли, но если внимательно посмотреть на статистику, то мы видим, что еще где-то в середине 2000-х годов вот тут беспрецедентный рост мировой торговли, в который вскочил, в том числе и в России, ну, в начале 90-х, да, вот который шел вот так, где-то там с 80-х, но особенно в 90-е годы и вплоть там до середины 2000-х, он стал вот сначала вот так идти, а потом вот, ну, как-то вот так. А что это значит? Это значит, что та модель открытой экономики, она стала буксовать. И последующие события, которые начались-то, собственно говоря, не с каких-то там политических, военных, каких угодно конфликтов, а начались с глобального экономического кризиса 2007-го, 2008-го годов, они все больше и больше и больше с каждым разом. Великая рецессия, великая пандемия, да, и так далее. Они показывали, что вот та модель, и не только показывали, а они вынуждали страны мира в той или иной степени отходить от модели открытости, отходить от модели глобализации, смотреть внутрь себя, устанавливать барьеры по торговле с окружающим миром, жестче, намного жестче контролировать или во всяком случае пытаться контролировать финансовые потоки, транснациональные корпорации, международные, вот, в общем, экономические связи, да. Что это означает в сухом остатке? Экономическая теория на этот счет говорит очень просто. Это означает снижение, ну, в общем, реального потребления, как ни крути, да, потому что рост глобализации, рост мировой торговли давал возможность покупать за российский рубль, американский доллар и так далее больше товаров, произведенных в Китае, Вьетнаме, ну, платя за это некоторую цену. схлопывание собственного производства, ну, не выдерживающего конкуренции, соответственно, исчезновением этих секторов, отраслей, производств, да, целых, образованием каких-то депрессивных районов, ростом безработицы, там, и так далее, и так далее. В силу экономических и политических причин Россия оказалась, российская экономика оказалась достаточно хорошо подготовлена к шоку 2022 года. Пандемия, которая смоделировала на несколько месяцев, ну, по сути, на год, если хотите, и даже больше, в мире смоделировала ситуацию непредставимую, ситуацию закрытости основных экономик мира и закрытости людей, индивидов, живущих в этих экономиках, да, она сделала ту посадку, о которой мы говорим, жесткую посадку, менее жесткую, потому что она научила, во-первых, предприятия выживать, ну, вот в условиях резких таких, резкого схлопывания поставок, да, а во-вторых, заставила правительство, в том числе и правительство России, принимать какие-то меры, политики, которые обеспечивают, ну, некую, усиливают, скажем так, автономность, автономность внутреннего производства. Самая большая проблема это невозможность закупать, ввозить из-за рубежа, все, начиная от программного обеспечения и заканчивая каким-то там сырьем, которое не производится станками и так далее, и так далее, да, все это оказалось очень болезненным, действительно, все это будет продолжать сказываться, но этот шок был в значительной степени смягчен предшествующей невольной и невольной подготовкой к этому, во-первых. А во-вторых, именно потому, что мы говорим о промышленности, она обладает определенной степенью инерции. следующее, это то, что касается вот видно обычным людям, нам звали, это потребление. Наша структура потребления, она значительно, она существенно изменилась. Существенно изменилась, переориентировавшись по ряду видов продукции потребительских товаров, переориентировавшись либо на то, что мы непосредственно производим сами, либо на то, что мы можем достаточно быстро заместить в течение, скажем, одного сельскохозяйственного сезона, одного-двух производственных циклов можем так или иначе заместить, во-первых. Во-вторых, высокая, достаточно высокая степень адаптации нашего потребления, она оказалась связана с тем, что санкционное кольцо вокруг России оказалось не замкнутым, а несмотря на все, стали усиливаться и выстраиваться новые связи, которые обеспечивали, обеспечивают и будут обеспечивать нам привоз многих выпавших или каких-то новых потребительских товаров, начиная от вина, заканчивая компьютерами, автомобилями и так далее. Потребительских товаров да и услуг. В-третьих, в общем-то, опять-таки, давайте скажем про действия правительства, оно смогло ввести такие вещи, например, как параллельный импорт, которые убрав и смягчив предшествующее достаточно жесткое регламентирование, обеспечили возмещение очень многих товаров и услуг на потребительском рынке. Где-то, начиная с 2000-х, с середины 2000-х годов, правительство с конца 2000-х, правительство стало очень пристально следить за соблюдением прав собственности, за соблюдением вообще прав правообладателей. Резко возросла монополизация. Ну, вот, в таком. Монополизация, прежде всего, на потребительском рынке, когда, скажем, резко снизился импорт, допустим, пива, каких-то напитков, потому что права на импорт этого пива, на эти торговые марки, принадлежали каким-то компаниям, которые запрещали этот вывоз, говоря, что нет, мы будем производить это пиво здесь, под своей маркой, и вы не должны допускать им параллельный ввоз существующих брендов из других стран, потому что это создает конкуренцию и снижает наши прибыли, да, или там производители одежды и так далее, или там вот производители кинопродукции, аудиопродукции. В 2022 году произошел отход неполный, неполный, но достаточно значительный отход от этого, когда те бренды, те производители, те компании, которые в той или иной степени уходят с рынка России, они в общем теряют контроль за тем, ввозится или не ввозится этот товар в Россию с их ведома или без их ведома. Ну, вот для примера, есть такой популярный газированный сладкий напиток безалкогольный, да, и вот я просто зашел в магазин, и я теперь специально вот вам могу сказать, захожу в магазин и с интересом рассматриваю те страны, из которых этот напиток завозится, да, вот с интересом для себя нашел банку этого напитка, выпущенную в Иране, и при этом цены, вот если так прикинуть на вскидку, остались такими же или даже чуть снизились по сравнению вот с 2021 годом, да, вот это как пример того, что в определенных, не во всех, но в определенных областях снизилась степень закрытости регулирования по доступу товаров и услуг на наш рынок без ведома или разрешения уведомления или дележа полученных прибыли с правообладателем, да, вот то, что мы называем то, что мы называем параллельный импорт. Если обобщить, то в современной экономической модели, той, какой мы ее привыкли видеть с 90-х годов, увеличение степени закрытости экономики, то есть разрыв или уменьшение связи с внешним миром, означает теоретически и практически означает снижение реального потребления. У нас в этой стране становится меньше товаров, они дорожают, но они, как мы видим, остаются. Вот что значит определенное снижение равновесия на снизившемся уровне. Мы можем купить газировку, мы можем купить, мы можем посмотреть фильмы и так далее, и так далее, мы можем делать все то примерно, что мы привыкли делать и раньше, но мы можем это делать в целом меньше, чуть меньше, сильно меньше, в зависимости от наших потребностей, и, как правило, платить за это либо чуть дороже, либо сильнее дороже, но можем. Следующее финансы, денежная, кредитная сфера, финансовая, вот это то, что пострадало, слопнулось сильнее всего. Именно в этой сфере жесткая посадка экономики, удар санкций оказался наиболее сильным и будет ощущаться весьма сильно в среднесрочном, ну и, видимо, в долгосрочном периоде. Но если не залезать в область тонких материй макроэкономического регулирования, посмотреть как бы с точки зрения обычной жизни, выбытие значительной части резервов, удар по макроэкономической стабильности. Мы копили резервы с начала двухтысячных годов, вышли на суммы, превышающие 600 миллиардов миллиардов долларов золотовалютных резервов, вышли на очень крупные объемы золотовалютных резервов, что позволяло смягчать в том числе удары предшествующих экономических кризисов. И теперь опять-таки сказать наверняка тяжело до сих пор или даже невозможно, но от 300 до 100 миллиардов из этой суммы их, скажем так, заморозили. А в любой другой ситуации это был бы реально ужас-ужас. Добавьте к этому резкий отток капитала из России. Вот опять-таки недавние цифры, что касается вкладов резидентов России в зарубежных банках. Это собственно вывоз капитала, когда человек или предприятие хранит свои сбережения, свои деньги не в банке в России, даже в долларовой или евровой форме, а хранит в каком-то иностранном банке. Вот он вывоз денег в чистом виде из страны. За последний год в два раза увеличилась вот это вывезенное количество денег на счетах в банках нерезидентов. Если до этого было 30 миллиардов долларов, с небольшим, то теперь речь идет о том, что это более чем в два раза, свыше 60 миллиардов долларов. И это только один показатель. Но очень значимый показатель. Но опять-таки это негативный безусловно фактор. Вот если рассуждать об этом с точки зрения курсов, инфляции, это безусловно шоковые значения, запредельные. Но как оказалось, что если тебя выключают из мировой экономической системы, то при всех проблемах это снижает нагрузку на экономику. То есть да, проблема-то как оказалась, если посмотреть на прошлый год, особенно в первое полугодие 2022 года, за счет роста мировых цен, при снижении физических даже объемов экспорта, Россия все равно увеличивала количество своих долларовых, валютных поступлений. Проблема была на самом деле в этом смысле, куда их девать в такой ситуации. Наш финансовый рынок в значительной степени держался на деньгах нерезидентов. Ну попросту вот все акции, все финансовые инструменты в значительной степени поддерживались за счет иностранного капитала в той или иной форме. Его вывод, его уход, запрет на его существование в том виде, в котором он был, да, привел к проседанию этого рынка, но если ты меньше занимаешь, допустим, иностранного капитала, ты меньше за него и платишь. Мы выключили значительной степени, по крайней мере, и западная, поэтому из глобальной финансовой экономической системы, что оказалось очень сильным ударом по тем элитам и по тем банкам, которые были в этом во всем, варились в этом все, генерировали свою выручку и свои прибыли в этом все. но в целом, но в целом это не перекинулось на за пределы финансового рынка. Напротив, банки, жестко приземлившись, очень жестко приземлившись, опять-таки, при достаточно, при весьма умелых действиях правительства Центробанка, пытаются на этой низкой базе сейчас найти какие-то другие пути. уход в юани, в герхемы, да, то есть выходы на какие-то рынки. Да, они в разы, эти рынки, их потенциал, их объемы меньше, чем то, что было до 2021 года, не говоря уже о том, что было до 2014 года. Но какие-то выходы на мировой финансовый рынок все равно остались. И в целом финансовая система России этот удар выдержала. в значительной степени произошел вот то, о чем так долго говорили и мечтали, дедоларизация экономики. Потому что сейчас, как мы видим, и это очевидно будет так и в среднесрочном периоде, курс доллара, который мы смотрели рядом с ценой на нефть, он перестал автоматически транслироваться во внутренние цены. Именно в силу опять-таки изъятия России и как минимум из западной отключения России в значительной степени от западной финансовой системы. Плохо это или хорошо? Это сильнейший удар по финансовой системе, это подрыв той системы связей с миром, которая формировалась с 90-х годов, это удар по тем финансово-экономическим и политическим элитам, которые были связаны с этим сектором, безусловно. Но, как мы видим, противодействующие факторы смягчили этот шок, то есть финансовая система схлопнулась в значительной степени, но она осталась и она каким-то образом продолжает взаимодействовать с тем, что мы называем реальным сектором экономики. В среднесрочном периоде, очевидно, так это и останется. Экономика России нащупала некое равновесие, которое мы сейчас попытались описать, и мы можем утверждать с высокой степенью уверенности и вероятностью, что в среднесрочный период, ну давайте еще раз повторим, условно в пределах двух-трех лет при прочих равных политических факторах ситуация будет оставаться примерно такой же. И мы видим это в прогнозах, в текущих прогнозах на 2023 год. Они скорректировались вот буквально недавно, кто-то говорит какие-то, что будет там условно 0,3 экономический рост даже в 2023 году. Но даже если по факту это будет падение на 0,3 суть это не меняет. Вот мы вышли на какой-то стабильный уровень, в котором мы не стали жить лучше, чем в 2000 условно в 2021 году, но мы не стали жить сильно хуже. Вопрос, чего ожидать в 2024, 2025, 2026 годах в перспективе на, скажем, 2030 год. И вот вы знаете, в старой жизни развитие в том числе всяких социальных сетей, телекоммуникаций и так далее, развитие сферы услуг, очень тесно было связано с феноменом всяких гуру, коучей, когда масса людей, особенно перед условно 18-19-20-й год, если посмотреть на число частных инвесторов через различные программы, системы, мелких инвесторов, вкладывающих в тот же фондовый рынок несколько десятков, может быть, пару-тройку сотен тысяч рублей, это число росло по экспоненте. Соответственно, возникал спрос на всяких людей, которые в своих каких-то каналах, в соцсетях говорили что-то какие-то, вот смотрите, происходит то-то и то-то, вот это покупайте, вот это, вот это, известная сфера услуг, сектор услуг, он очень сильно развивался с десятками некоторых случаев, даже сотнями тысяч подписчиков. И по инерции, когда что-то говорит экономист, ожидается, что он говорит, что-то как коуч или гуру. ребят, то смотри, вот сюда вкладывай, это продавай, там шорти, туда и сюда, туда не ходи, есть политика, есть экономика. Вот когда политика и экономика находят между собой определенный баланс, внутри экономики устанавливается свой баланс, и в него в рамках мы можем строить, прогнозировать, строить модели, предсказывать, учить других инвестирований. Сам по себе этот экономический баланс, он очень устойчив. Вот матрас, это жесткий матрас. Можно его расшатать, поломать? Можно, но в принципе, если говорить только об экономике, это очень заметно, это не происходит с бухты-барахта. Что такое политика? Политика это когда из-под этого матраса каким-то легким движением руки вытаскивается кровать, и пол, и потолок, и стены. Вот когда взаимбаланс между политикой и экономикой рушится, ничего, больше, чем в горизонте от нескольких дней до пары-тройки лет, про экономику с уверенностью сказать нельзя. Все, что относится к периоду за 2024, 2025, 2006 год, все, какую бы модель мы, с каким бы умным видом мы не построили, все будет определяться политикой. А когда мы говорим политикой, все будет определяться для России и не только России ходом, результатами специальной военной операции. Это надо четко понимать. Первое. А второе. Тот баланс, о котором мы говорим, все равно в значительной степени является экономическим. Что создает у нас иллюзию? А давайте вот попрогнозируем что-то в экономике. А давайте помечтаем, как мы вернемся в тот мир, который он когда-то был. Мы интегрируемся в мировую экономическую систему. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что в том виде, в котором это было, этого скорее всего не будет. Я могу ошибаться, мы можем меня проверить. Я хотел бы, наверное, ошибаться. Этого не будет. Сейчас это очень важно понимать. Помимо политики и экономики есть общество. И вот помимо всего прочего тот баланс, который мы сохраняем, который сохраняет у нас иллюзию нормальности, поддерживается и за счет того, что государство, правительство не перестроило экономику полностью на мобилизационную модель. Очень важная вещь, о которой я не говорил, но которую следует иметь в виду. Нынешняя ситуация в экономике очень сильно связана с тем, что важны во многих отраслях значимая часть ресурсов человеческих, материальных, финансовых была переориентирована на нужды военного производства. Но при этом эта переориентация как бы не нарушила структуру в общем всей остальной экономики. То есть есть военное производство, есть военная операция, она существенно автономна, туда отвлекаются значительные ресурсы, это на самом деле смягчает последствия экономического шока. Ну вот смотрите, опять же, если говорить вот об этих выводе денег за границу, это что? Это не только потеря капиталов, это ведь еще и экспорт инфляции. Россия последний год экспортирует инфляцию с людьми, которые вывозят деньги на своих счетах, в своих карточках, в своих чулках, чемоданах, чем угодно, в сопредельные, не очень сопредельные государства, Россия по сути, ну это такой клапан, который выбрасывает излишнее инфляционное давление в экономике. Но мы существуем в ситуации, когда есть две автономные между собой по видимости несвязанные сферы. То, что связано сходом военной операции, а это не только собственно само по себе ведение военной операции, но это целые отрасли, сектора, экономики, регионы, которые вовлечены в нее так или иначе. И весь как бы окружающий мир. Пока правительство, государство сохраняет этот баланс и судя по всему в среднесрочной перспективе не намерено от него отказываться. Это решение не экономики, не общества. Это решение государства. Если по каким-то причинам начнется усиление мобилизационной составляющей в экономике, то мы это все очень быстро заметим. передачу по мобилизационной экономике мы делали. Является ли это решение важным по своим экономическим последствиям? Беспрецедентно важным. Определяется ли это решение хоть чем-то, что происходит в экономике? Да нет. На самом деле нет. Это чисто политическое решение. То, каким будет наша жизнь, наш мир после 2023 года, а возможно и в горизонте 2023 года, всецело зависит от политического фактора. Говорить о том, какой будет экономика, мы сможем только тогда, когда поймем с высокой степенью вероятности, каким будет равновесие установившееся между политикой и экономикой. Только после этого мы можем вновь возвращаться к тому, чтобы рассуждать о том, каким будет дальнейшее развитие самой экономики. Пока экономика обеспечивает сложившиеся ситуации, пусть и на несколько снизившемся уровне, привычные объемы потребления, привычные объемы производства, и нащупывает, ищет, находит новые механизмы связей с внешним миром. От строительства железных дорог и до выстраивания новой финансовой архитектуры. Вот это тот баланс, который мы имеем, то равновесие, которое мы имеем в среднесрочных периоде при сохранении более важного баланса между политикой и экономией. «Музыка» «Музыка» Продолжение следует...